Действительно, парни должны хотя бы один матч выиграть. Это для них, получается, последняя игра. А вот, собственно, и они. Если они проиграют, то они уже 100% получается вылетают. Я очень хочу, чтобы они взяли героев, которыми смогут помочь друг другу. А не вот эти вот Хускары, Апсиды и Аксля, который будет вангард полчаса собирать. Ну, вот, кстати, бан Свена. Свена подбанили сразу. Да, это хороший бан. Но банить Ильича тоже, это уже как-то вот... Вот, я не знаю, мне хипроманьяков вот уже, они мне в какой-то степени не нравятся, начиная именно по пикам, то, что они вот даже в прошлой игре банили Ильича Сэн Кинга. Но средних таких персонажей банят, не тех, которых действительно стоит бояться. Возможно, им в свое время Чейн Фростом Ильич какую-то травму нанес. Ну да, в детстве. И Сэн Кинг тоже запрыгнул, всех убил. Сэн Кинг нет, Сэн Кинг просто, потому что он с Ильичом сильный. То есть, видимо, больше проблема в Ильиче. Ну, так вообще, Магнус, ну, баны в принципе понятные. Но вот опять же, да, только не понимаю, ну вот у вас же ФП, ну, ребята, уже месяц вышел патч, то есть вы сами Магнусом, получается, не играете, вы сами себе баните Магнуса. Не должно такого быть для команды, которая стремится там стать даже какой-то... Ну, для них это пока Тир-2 уровень. То есть, сами не играют, получается, с Магнусом, с одной из главных имп этого патча. Ну, Акс, кстати, это правильный бан против хипроманьяков. Как бы не скатывались эти игры, но это единственный герой, который как-то может им... Ну, опять будет чел бегать 15 минут, он должен вангард собирать. Нет, он... Потом сапоги лучше были, потом фейзы. Вот, Висп, вот, наконец. Вот и все. Сейчас мы посмотрим. Может быть, у оффлейнера есть еще какая-нибудь короночка, может, присталбека какого-нибудь. Ну, если они с Виспом даже умудрятся проиграть, ну, это будет... Ну, сейчас надо, скорее всего, морфа, чтобы отрезать. Но морф же сейчас силен против вертолёта. Ты прав, против вертолёта, морф всегда силен, но, знаешь, он сейчас чуть-чуть послабее стал. Вот я даже там недавно смотрел интервью, ну, ЕПГ своими стратегиями сейчас какой-то, может, Бартрум сразу или Земля зайдет под Дарксира. Ну, это странно. Тогда уже Земля логичнее против Виспа. Берут, кстати, многие команды, я знаю, особенно европейские, против Виспа Земля. ЕПГ продолжает играть по своим наработкам, то есть по поводу Виспа мы обсуждали, я просто недавно видел интервью, то ли там с Рамзесом, то ли еще с кем-то, да, там было обсуждение в целом по поводу керри в патче. То есть, ну, большинство, передавшись с одного и того же мнения, то, что тот же Тиро Блейд и Морф, это два главных таких героя прошлого патча, они все так же сильны, они сейчас просто стали чуть-чуть более ситуативными. То есть, ну, ТБ объективно, что ему порезали? Он сейчас не может Сандер в БКБ нажимать, это, наверное, главный фикс. То есть, в остальном, как бы, герой все так же силен. Морф у нас, вот, Морфа я не помню, его вообще, по-моему, толком не резали. А, смотрите, они взяли Виверну, это хороший герой против Веспа плюс 1, в любом случае. Ну, Виверну, слушай, мне Виверну нравится. А Драксиро, это просто, скажем так, будем так говорить, их сигнатурный герой. Ну, гера офигенный и против Виверны, потому что... И против Драксиро, да. И против Драксиро он на линии спокойно стоит под Веспом. И против Виверны, чем классно, это то, что у героя... Против Виверны всегда хороший герой, который разбавлен, да, у них физика, мэджик. То есть гера там просто с баража героев убивает под колбой. Да-да-да, то есть это... Вот в том-то и дело, что это хороший герой против Виверны, потому что он и магией пробивает колбой Брейс, и сам в Испании, скорее всего, не забьет. Убрали антимага, но, мне кажется, еще нужно и все-таки Морфа убрать. Действительно, Морфа это, в любом случае, лучший герой против связки Висп и Гера. А вот если они возьмут Морфа, на кого-то до щиты кидать. Ну, еще, кстати, Драксиро и Виверна, это просто комбинация. Пашка есть. Но если они как-то не продавят, и Джайра Висп будет просто фармить свои слоты, то есть если, скажем так, не трогать гиппоманьяков, то видно, что они именно по скилу, по тому, как они фармят, именно сами где-то в одиночестве, они играют очень хорошо. И то, что мы отмечали, что Висп это хороший герой для команды, которые не любят, скажем так, играть вместе. Кстати, Висп-вертолет вообще, если взять эту связку, это очень сильная дабла, которую редко можно увидеть, чтобы она проиграла. Драксиром ты не напряжешь. Ты не напряжешь, они этого Драксира должны на лайне гнобить, убивать. И это именно такая связка героев, которая вот именно задает темп по карте Сноу Болит, и один герой-вертолет, он тебе дает, кстати, уже очень сильный тимфайт за счет всех своих спеллов. То есть это такой чистый герой, очень темповый, и именно под Виспом можно задавить. В общем, да, сейчас огромное преимущество у гипоманьяка по драфту, огромное. И сейчас, как бы, главное его не растерять. Да-да, так, а что-то осталось? Ну, под Драксиром, короче, есть какой-то из четверок милишных, есть Никс. Да, земля, земля еще есть. Есть земля, да. Ну, земля более такой очевидный пик. А вот Никс? Да, Никс. Почему Никс? У них совсем жадно тогда будет их просто задушить. Он по слабее на линии будет, да. Не, ну, это знаешь... Да, это более жадно, я согласен. Баратруму убрали, то есть, ну, все равно я бы на их месте выходил бы в Марфа, наверное. А там Баратруму убрали как раз-таки хипоманьяки против себя. Они умирали, наверное, против Драксиром Баратрума, и там земля доехала. Но тут земля более очевидная, чем Баратрума, на мой взгляд. Да, да, земля сейчас сильная в этом патче, все как бы пикают. Леброн, они тоже играют. А Баратрум, не сказать, что он прям супер-эмбовый, он типа неплохой. Слушайте, ну вот Виверный Драксир мне вот именно из пятерок мне очень нравится. Раньше, помните, еще была вот эта тоже популярная комбинация Дизраптор Драксир? Да, да, конечно. Даже вспомнил, как ВП комбинили, где заранее уже Солыч ставил круг и ульт, и туда уже Паша там стягивал. То есть, ну, сейчас просто Дизраптор выпал из меты, а вот с Виверной, чем круто тоже, вот Виверная может начать с ульты, и там уже закомбинить туда вакуум и все спеллы. Ну, земля, да. Ну, это сильная комбинация. Ну, я бы тут сейчас, очевидно, пугну хватал бы. Прямо сейчас? Да, прям сейчас. Прямо сейчас, мне кажется, не стоит. Это флекс героя, который силен везде. Ну, лучше открыть саппорта. Война какого-то дефолтного взять. Такую, знаешь, пятерку, типа, с виспом по игре на линиях. Вот Орк Лазбанили, конечно, Орка, был бы очень хороший. Ну, ты все равно, скорее всего, эту пугну будешь брать. Ну, если не пугну, то... Это герой, который будет делать что-то. Она знает гипоманьяков. Да, забывание. Они сейчас должны взять героя, который тоже будет один бегать, ничего не делать. Пока я вижу под виспа такой дефолтный, это что-то типа какой-то... Бэйна, Раста, не знаю, кто еще может быть. Ну, Раста точно нет, по-моему. Раста нет, да. Противо этих плохая. Ну, дефолтный бэйн очень часто его видно, вот как пикают вместе с виспом. Сейчас посмотрим. Но, мне кажется, именно прямо сейчас все-таки это саппорт будет. Так, саппорт пятерочка от хипоманьякс. Опять же, в чем еще классный пик виспа и вертолета, потому что вы просто как бы их взяли, вам все равно что возьмет раху. То есть вы просто взяли, а дальше уже как бы реактивно пикаете от того, что берет рак. И вам все равно. И у вас как бы есть сильная дабла, которая еще скорее всего выиграет. Потому что я как-то думал, ну кто выиграет эту даблу. Скорее выиграет. Я в принципе не представляю, кем можно эту даблу выиграть. По крайней мере, в большинстве матчапов, которыми там тоже играли, ну, это очень сложно. Вот с аксом, мне, кстати, нравится против виспа вертолета тема, что ты просто за вышкой формишь, висп тебя не может напрячь. Даже мы так на самом деле играли. И там хут можно вынести к нему четвертой на аксе. И уже под шестой какой-то левел акса даже попробовать. Но с другой стороны, если они сместятся, они его точно убьют. Ну, он далеко просто заходит. Плюс ему же четверка тоже как бы помогает засекерить этот фарм. Ну, что здесь у нас бист. Бист мастер. Ну, да, бист хороший пик. Мне нравится. То есть остался бист пули. А он в бане даже не был, да? Да, получается, он не был в бане. Ну, и бейна можно добрать. То есть у нас, кстати, похожий пик против ЛГД был. Они нам отдали тоже, недооценили. Отдали виспой вертолета. Может, что-то с Моноберном против Медузы. Что можно взять? Не, на такого суппорта это какой-то разве что тот Никс, про которого я говорил. Кстати, Никс вот именно для Дайр выглядит круто. Но лайнинг. Просто все упирается в лайнинг, то, что он будет слабеньким. Ну, кстати, на лайнинге именно за Дайр он неплох. Но согласись, что Никс выглядит круто против Дарксира, вот этой земли Медузы. Я не уверен, что он классный против Медузы, которая будет фармить лес, а потом пойдет с кучей шмоток. ОД. ОД. Классный против Медузы, против Дарксира. Мне нравится против Виверны. В целом, они решили то, что у них все равно... Странный такой драфт, там справа ими. Они решили сразу взять ОД, побоялись то, что им забанят его. То есть увидели Медузу. Не, мне пик очень нравится. Кстати, ОД очень приятно играть под Веспом и под Бестом. Это, наверное, одни из таких... Да, да. Еще вот сейчас под новой дровкой, которая атак спид дает. То есть в целом ОД очень круто бустят все герои, которые атак спид дают. И он, скажем так, вписывается в концепцию гипоманьяков, чтобы не помогать друг другу. Ты же не побежишь на ОД помогать. Ну да. Ну вот. Так, ну а что у нас для ЭПГ осталось? Давайте подумаем. Ну им надо как-то... Вот сейчас, получается, справа одни имбы, короче. Ну да. И тут вопрос, может ли Медуза их всех пострелять и с кем. Пока что одного этого спирита недостаточно. Честно, мне пока вот эта Медуза здесь не очень нравится. Тем более у них был ласпик. Короче, как-то... Ну ЭПГ какого-нибудь фронтлейнера бы. ЭПГ милишного, да, какого-то хочется героя. Скорее всего, смотри... Им прям фронтлейнеры не обязательно, потому что в них бежать тяжело. То есть ты начнешь в них бегать, ты получишь вакуум, мультиверный, там, булыжник. То есть просто вбежать в них тяжело. Не, ну знаешь, вот как я вижу, пока есть всяких героев, которые мне для ЭПГ нравятся. Это какой-то вот, кстати, Джаггернаут на сейф-линию. Он против Вестайн не очень хорош, но против остальных героев он нормально работает. Плюс, знаешь, там вперед может пойти под щитом Дарксира. Короче, это будет сильно. А Пугну забанят, как ты думаешь? Байна убрали. ЭПГ это, в принципе, такой очевидный бан. Пугну должны убрать, по идее, нет? Пугну? Ну да. Пугна плюс Медуза, типа? Это тимфайт-герой. Пугна против Гира невозможно играть. Почему? Просто он тебя ставит ракету и бежит. И ты на Пугну, и тебя астрал вообще не спасает. Против Гира очень сложно играть. Но вот, кстати, Nyx, про которого я до этого вспомнил, ну, вот получается у меня, конечно, такие моменты прочитать. Нет, а зачем им Nyx? У них уже герои, которые не помогают друг другу. Им нужно было взять героя Клейкова, который поможет и будет нежадный. Байна убрали, да, они взяли жадного героя, но по игре он офигенен против Дарксира, против Медузы. Я не спорю, я не спорю, потому что у них прошлые драфты тоже, как бы, каждый герой, он офигенен против кучи героев, а между собой оно, как бы, вообще не клеится. Знаешь, как могут залайнить? По сайт Виспас, Бестом так часто использовали, и Nyx с Гира. Тогда лайн как-то выглядит более-менее нормально. Nyx, кстати, Дарксира будут на сейфлейне очень сильно мешать ему. Просто бегать за ним, монобернить. Нет, там начнется с того, что они выйдут за крипов, убьют эти с двумя щитами крипов, и герокопки уже погибли. А это у нас, кстати, делали Эмпайр. Я думаю, этот Nyx сам погибнет за это. Тут в чем-то я с тобой согласен. Но, вообще, мне Nyx нравится вот здесь именно в сейфлейне вот так вот пойти, по игре этот, он здесь большой импакт. Нет, вот если вот они с Дарксиром и Землей так сделают, то Nyx вертолетом не переживут. Ну, погнать сейчас плохая, потому что там Nyx. Нет, мне Джаггер нравится, реально. Джаггер хороший, да. И против Nyx тоже офигенный. И тоже против Nyx классный, это правда. То есть он еще типа тоже создает такой темп, то есть в определенный момент, если забрать Рошан, на 100 минут за Джаггера, можно пойти и задавить. И герой, скажем так, под щит. Ну да, просто вот какой-то... Еще знаешь, какой в теории герой классный, вот именно офигенный, типа, это этот, Гуль. Гуль, да, ты прав. Ну, он примерно идентичный. Ну, это же он суперстар, и про него на этом же монет. Ну, это Джаггер Гуль, да, герой с независимостью. Ну, как бы тут, в принципе, ничего не меняется, я как бы все заранее сказал. Да, молодец. Я же говорю, просто команды смотрят стрим без задержки и ждут, пока я как бы назову героя, потом пикают. Да, с переводчиком, возможно, даже. Хотя EPG, может, у них там кто-то и переводит. Друзья, ну что ж, предпочтение по драфтам, и давайте смотреть, конечно же, на коэффициенты от ES.bet. Слушай, мне нравится и тот, и тот, но мне драфт хипоманьяков здесь нравится больше. Вот я верю, что это все-таки будет их первая победа. Громкое заявление. Ну, знаете почему? Все просто. Именно мне пик Медузы, вот только у EPG, вот именно не нравится. То есть я вот не вижу, чтобы здесь прям Медуза, против Медузы очень много по итогу сильных персонажей. И у хипоманьяков такой более темповый пик получается с вертолетом, без помп, без мастером. Мне намного больше нравится. Да, очень много имп, но мне кажется, эти импы все-таки не совсем правильно склеены. Но и пик EPG мне тоже кажется довольно-таки неочевидным в плане исполнения. Потому я не буду говорить, какой пик лучше. Я просто скажу, что я больше верю в то, что команда, которая тренируется вместе, играет как команда, она должна быть сильнее, чем, скажем так, люди, которые играют именно по одному. Ну, а давайте смотреть, что говорят как раз-таки наши партнеры ES.bet. 1.45 на 2.62 как раз-таки. Ну, это потому что они фавориты. Это не потому что они фавориты. Я по поводу пошел заливать на хипоманьяков. Надо заливать, Андрей, надо. Сейчас. А если ты вдруг проиграешь, не забывайте, друзья, что наш партнер ES.bet подготовил страховку для всех ставок. Ссылка находится под стримом. Можете регистрироваться прямо сейчас. Ну, а мы передаем слово, конечно же, нашим комментаторам. Это Бафик и друг. Спасибо большое, студия аналитики. Здравствуйте еще раз, друзья. Всем привет. Новогоднее настроение все ближе и ближе. Я все радостнее и радостнее. Бафик тоже веселый. Как только близко какая-то камера уже к нам тоже. Уже ближе некуда. Как ты, маленький. Все отлично. Все отлично на самом деле. День начался неплохо. Разогрелись. На Магнуса с Немагом посмотрели. Сейчас посмотрим дотку, где вроде как Медузу закрыли. Посмотрим, насколько скилл будет решать. Ну, Андрей, как всегда, читал, конечно, такие моменты. Такие моменты получаются. Получается, конечно. Тут не подкопаться. Ну, да, на самом деле, что одна, что другая команда уже вчера успели покликать. Да, уже успели поиграть. Должны некий темп, по крайней мере, набрать. Дело в том, что ЕПГ на бумаге, они все-таки сильнее. Они реально классно вчера стартовали. Они показали крутые задумки, наработки. Это команда, которая смотрелась с точки зрения тактики общекомандных действий, наверное, наиболее ярко на фоне остальных. Я, на самом деле, очень верю в Элеменс. Верю в то, что эта команда будет прогрессировать и дальше. Ну, такой вот своеобразный состав, который действительно должен существовать в доте, мне кажется, всегда. Именно этот регион должен быть представлен. И это, пожалуй, сильнейшие игроки этого региона. Ну, да, да, да. Хипоманиакс пока результатов нормальных не показывают. Ну, они учатся, на самом деле. Даже видно, насколько они от игры к игре учатся. Вчера я приводил пример, где они могли, в принципе, камбэкать со снайпером в игре, когда выкупился нелепо абсолютно Акс на своей базе. И потом погиб, собственно, и не смог, соответственно, выкупиться, потому что сделал уже один неправильный байбэк. Они учатся. Видно, что они стараются меньше ошибаться. Против Империи у них была, в принципе, неплохая игра. Удавалось даже с мака каких-то выходить, ловить героев. Что, в принципе, намекает на то, что ребята пытаются прогрессировать, пытаются работать над собой. Ну, и в этой игре, если так уж посмотреть на драфт, то, пожалуй, Медуза закрыта сполна. Вопрос, как по Джигернауту у них будет игра, как вот снова Дарксир, снова Эр Спирит. Эту связку мы вчера видели не раз в действии. Да, да, да. Мы видели вчера Дарксира и Свена, и Дарксира и Эр Спирита. Вот Дарксир и Эр Спирит тоже не успевал. Причем читались эти моменты Андреем. Ну, Эр Спирит плюс Дарксир. Получается, такие вещи у него. И очень хорошо на самом деле. Ты думал, что тренером Na'Vi просто так можно стать, что ли? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Андрей суперопытный игрок. Я тебе этот вопрос хочу задать. Ты думал, тренером Na'Vi просто так можно стать? Я вообще редко думаю. Действительно, это беда. Варды снова стоят на центральной линии. У одних и у других. Сверху видим блокировку, я так понимаю, от Radiant Elements. Решили там подблочить. Так часто делают, я заметил, с Эр Спиритом и Дарксиром. Потому что линия постоянно пушится. И парни, противники, начинают выводить просто на большой лаге крипов с линии. И фармить и больших крипов, и линию соответственно. Не находясь при этом там под вышкой и под щитами противника. Тут две баунти должны достаться со стороны Дайер. То есть чехи заберут, скорее всего, одну и вторую. Ну а сверху, я полагаю, должны забирать ребята из Elements. Да, похоже на то, стычек не будет. Хотя нет, там ряд героев вверху, уже начинается. Небольшая драка, потасовка, Виверну цепляют. Никс зацепить его не может. Ну а замедление Виверну, она может не опасаться пока на старте. Специфически, конечно, герой Никс. Вот я как-то до сих пор не пропитался любовью к этому персонажу. Он часто выпадает из игр, сложно найти ему место в игре, да. Вот как-то саппорт, он без артефактов обычно, такая чистая даже скорее пятерка, чем четверка. На тройке бегает много, не фармит, да, нет этой способности. Надо Медас покупать чаще всего, чтобы не выпадать по фарму, как третья позиция. И артефакты он не покупает, те, что дефолтные тройки сейчас покупают. Ну здесь он конкретно, вот у него есть цель. Первая цель его это моноберн по Медузе. Вторая цель это можно подлавливать героев даже с невидимости, нажимая карапасы под щитками Дарксира. Да, это верно. Первая кровь, сейфтендинг ее делает, забирают легко, бестмастер, он был без поддержки тиммейтов. Поэтому втроем справились, в триплой пришли в сложную линию, сделали фраг. Да, сработало, сработало. Но, кстати, Дарксиру будет не сладко здесь, я полагаю. Вот именно против Никса играть, потому что он как раз будет оглушаться постоянно карапасами из-за этого щитка. А вот по поводу этой линии верхней, да, здесь вот эта перетяжка очень повлияет, и надо стягивать своих героев туда. И уже решили поменять линии, видишь, и Гира, и Ио оказались вверху. Интересно, как центр пройдет. Мне кажется, ОД неплохо может Медузу погонять. И уже видим, что на старте 7-2 против 4-2, то есть вырывается чуть вперед Суприм. Ну, он прячет, прячет, прячет постоянно Медузу, не дает возможности добить Крипчиков. Это работает. Пока работает, но, не знаю, с уровнем Мистик Снэйк, Интовикам очень неприятно стоять против Медузы, поэтому, по идее, комбэкнуть должен. Центральная линия команды Рэддиант. Митч получает ракетку, но продолжение, ну, только от мафа так немножко размять Дарксира. Сильно его пробить точно Висп не может. Ну, Гера рядом. Перетяжку сделали, в итоге никакого ответа... А, последовал, все, все, молчу, молчу. Ответ, правда, последовал. Пошли Джиггернаутом в нижнюю линию, и здесь Себерлайта забирают второй раз. Опять Джиггернаут вместе с Виверной и Леброн здесь же, и забирают еще и Никса Сассина. По-хорошему, где бы ни находился здесь Бестмастер, для него линии нет нормальной. Вот кто бы против него ни стоял, даже Дарксир там плюс герой любой, ну, в частности, Эр Спирит, наверное, очень опасен может быть. Для него нет здесь хорошей линии. Куда бы он ни пришел, он везде будет получать по голове герой ближнего боя. И у Джаггера страдает от его Блэйд Фьюри, и у Дарксира страдает от его Айан Шеллов. Так что пока не сладко будет Бестмастер на старте. И вот эта проблема как раз в том, что у него саппорт Никс. Ну, чем он поможет по-хорошему? Один раз оглушил, и то нестабильное это оглушение. То есть только оглушить можно стабильно, если ты используешь Карапасы, и потом уже импейл. А это на самом деле очень монозатратно получается. Да, да, да. Ну, и пока ты точно этого не можешь сделать, у тебя второй уровень там... Ну да, учитывая, что он с Моноберном играет, то так не будет работать. Ну, кстати, вот и против Дарксира Моноберн тоже штука хорошая. У Дарксира часто маны не хватает, потому что увеличивали как-то додавно еще этот Айан Шелл по мане. Приходится как-то там изгаляться. Снова, снова, да, ты ничего не сделаешь. То есть для Бестмастер, наверное, лучше был бы вариант, если кто-то ему крипов бы выводил с линии. Просто выводил к нему крипов под башню. И этот кто-то, это кто? Никс Ассасин. Но тут такие саппорты, что они могут зацепить и просто избить. Ну да, Джаггернау точно так же к Никсу подходит, раскручивается. Ты вообще никак Джаггера не остановишь. Никс хороший хаппориген имеет, но герой не обладает большим количеством здоровья как такового. Поэтому сбросится по способности и заберут точно так же Никса Ассасина. Продают Бестмастера, это видно. И как он будет по итогу камбэкать в эту игру, пока не ясно. Джаггер плюс Медуза имеют топовый крепстат. Кстати, внимание реально на центральную линию. Можно будет обратить. Медуза с уровнем, с змейкой постепенно выгоняет ОД. Ну, по крайней мере, начинает камбэкать по крепстату. С появлением дешевых рейсбендов все напряжнее и напряжнее стоит Суприму. И, разумеется, Мистик Снэйк. Это очень приятная вещь. Рейнджевому интовику. Сейчас повезло, там иллюзия была. А так бы Суприма минус 300 маны, миллион хп залетело бы. Конечно, неприятно. Медуза этим славится. Медуза хороша. Реально против интелликов правда хороша. Вообще, важно как раз, играя за Рейдинг на Медузе, иметь хороший старт на линии. Потому что у тебя нет этого треугольника, как за Дайер, фарма. То есть не так комфортно фармить лес на Медузе. Можно тоже пойти в свой дополнительный лес там пофармить. Но там-то три точки сразу не так просто фармишь. Нужно постоянно бегать, отводить их. То есть не такое комфортное расположение, как у Дайер. И в итоге Медузе нужно получше старт иметь обычный, чем за Дайер, чтобы наращивать темп свой. Три руны для Элементс и одна будет для Никса сейчас. Ты даже с центральной линии за Рейдинг не можешь комфортно на две точки отойти. У тебя даже это не получается. Надо вижн какой-то, чтобы Эншентов, например, плюс один из кемпов подфармливать. Это сложно делать. Если раньше можно было... Пытался улететь Сейбер, не получилось. Его телепорт был сбит. Четвертый раз. Четвертый. Четыре, Алексей. Четыре. У Свифт Эннинга уже стрик. Четыре убийства. Шесть вообще у команды. И Джиггернаут шикарный старт имеет. Вот опять же мы говорили, что у Дю Медузы набрали героев неплохих, но не Медуза единой. Здесь и Дарксир опасен, и Джиггернаут опасен. А Джиггернаут под Дарксиром вдвойне опасен. Если так уж мы будем арифметику эту проводить. Да, в целом просто бодрее. ЕПГ начинают. Свои основные линии не проигрывают Дарксир. Тоже из игры сильно не выпал. У него ненамного выше Крипстат, чем у Бестмастера. Но, извините меня, четыре смерти на старте за пять минут. Хороший гамп. Это слишком много, да? С Юпримом, скорее всего, заберут. Так и есть. Так и есть. И Медузе еще достается на фраг. Вот это убийство, которое она делает, и все больше и больше отрывается от Сьюприма. Это вроде по Крипстатам близкая ситуация. Думаю, ну по золоту, там монет 400-500 должна Медуза быть в плюсе. Поэтому, ну, сложно. Будет реально камбэкать сложно без Беста нормального с артефактами. ОД, который свою линию индивидуально проигрывает. Ну и Медуза, которая, по идее, со старта, да, гнобят. Она не сильно такой жесткий герой. Ближе к мидгейму. К лейтгейму раскрывается. Медуза купается в золоте. Заборони же погоня. Включает щит. Ну и Никс уносит лапки с Юприм. Только прилетел с телепорта. Это просто кошмар. Странное решение от Хиппомэнниаксов тут драку провернуть. Сейчас они ведь сами бы инициировали драку, получается. Потому что попер ОД на Медузу в первую очередь, а не наоборот. И почему странно, я объясню. У них нет никакого обзора. Посмотрите. У них сейчас карта, она не видна. Они не имеют движения на руне верхней, на нижней руне. Они ничего не видят. И вот так нападать, не зная вообще, что происходит, не видя оппонента, это плохо заканчивается. И опять же, то, что они видели, это соло игроки внизу. И все. Они же даже Дарксира не видели. Они видели, что внизу стоял Джаггернаут. Ну, казалось бы, да, Джаггер и еще есть три героя, которые... Попробуй поймите. Слушай, ну еще лучше все на Элеменс идет. Коэффициенты меняются в пользу Элеменс. Господа, не забывайте, что ESB еще и страхует ваши ставки. Поэтому смотрите, смотрите всю информацию под плеером на Твиче. Там все есть. Пришли воевать за Перипчиков. Свифт-Эндинг при поддержке тиммейтов должен будет, если замедление, то можно будет ворваться. Но не зацепили Сайберлайт. Вот сейчас только получает замедление. Дальше Джаггер не пошел. Ну, под виспом хороший реген. Плюс там была вероятность не убить и получить какой-то еще и подкоп от Никса Сассина, а остаться под виспом. Джаггер и так имеет стрик, и ему нельзя ни с руки погибать в таких рядовых ситуациях. Возможно, в этом и было заключено решение, когда ты можешь поставить ИО и Беста, но на деле на старте линии ты себе это позволить не можешь, потому что Геррокоптер без ИО это тоже весьма слабая такая ситуация. Поэтому непонятно. Вот с этим Никсом и ИО такая пара саппортов как-то привязаны они оказались к своим корам, и варьировать трудно. Медуза, которая уже 120 урона имеет. Конечно, кошмарная ситуация. Даже сейчас брони же на Медузе. Для всех, кто думает, что Медуза ультралейт персонаж, просто 120 по всем целям, которые только есть в зоне вижена Медузы. Это там, ну понятно, не по 120, я имею в виду, но в целом очень-очень сильная тычка с руки у Медузы за счет артефактов. Еще один фраг. Даже не хватает лечения от ИО пока что, и ИО заберут тоже в ту копилку. Мегакилл уже для свифтейнинга, доминейтинг для ДНЗ, то получается они на двоих 9 убийств. 10-0! 10-0! Черт возьми! Хипомэнекс такого... Там еще кто-то подошел, это Никс. 11-0. Подошел и отошел в таверну. Я цифры медленнее говорю, чем Хипомэнекс в таверну отправляются. Ну вот, в принципе, об этой разнице, наверное, и стоило говорить, и аналитики тоже упоминали. И есть еще один Блейд Фьюри. Не могут собраться. Не могут просто в таком нокдауне находятся ребята из Хипомэнекс. Еще и Крит Прокайт, и Викит Сик. Ракетку запустили по свифтейнингу. Герокоптер сместился. 5 секунд у Блейд Фьюри. Попробует избежать ракетки? Нет, не попробует. Ракетка залетает. И свифтейнинг гибнет, принося Кари 619 единиц золота и немало опыта, между прочим, с такого-то стрика. Да, да, видим уже, какими силами приходится отбиваться. Кари, наверное, самое светлое пятно сейчас в составе Хипомэнекс. У него лучший нетворс на карте в целом. Даже несмотря на то, что его команда полностью провалилась. А это видно, да, 2900 у мидера и 4,5 у мидера команды соперника. Кари, наоборот, стоит даже немножко увереннее, чем это сделал Джиггернаут по золоту. С одной стороны, хорошо, что убийство делали. С другой стороны, Джаггер вот раз и подавил сейчас эти монетки Герокоптеру. Сопутствующий герой Герокоптеру, саппорт его основной, благодаря которому он раскрывается, очень отстал в этой игре, очень не добирает. У него четвертый уровень, по-моему, до сих пор. Это 11 минуты игры. А мы понимаем, что для Ио Герокоптера слишком важно, конкретно для Ио, иметь много опыта, чтобы получить как можно быстрее Аганимбаф на 15. Хотя бы десятый, хотя бы десятый получить, дальше проще. Да, десятый для пуста опыта, да, и дойти уже до 15. Ну, пятый он взял, Мафф, пятый взял. И пока, конечно, не сладко ему приходится в этой игре. Пошел пушить меч, уже есть Доминатор, вкатываются с Катапультой на Ио. Ио в таверну, под Магнетайзом лопается. И перетяжка, вот Дэй сюда, и Никс Ассасин вдвоем. Ну, просто в рассыпную, и вы никак их не догоните. Еще и Мич решил развернуться и попробовать подраться. Да, он Катапульту щитком мажет и отправляет за Никс Ассасином. И все, ну и все, и Никс бегает и умирает. Сори, это так просто все делается. Это жесть. Конечно, переезжают бедных чехов. Они такого отношения, по-моему, на этом турнире еще к себе не видели. И дальше за Сейберлайтом бегает Катапульта. Просто кнопка М и в сторону Сейберлайта. Да даже атаковать не надо. Просто пусть движется все время за ним. Ну, ответили. Ответили, забрали Дарксира и забрали также Эспирита. Да, правда, внизу, посмотри, Карри опять погибает. Не Карри, точнее, а Ио опять погибает. Маф и Карри вместе с ним. Чилл Бэйби. Ну, они же вместе. Должны вместе в таверну отправляться. Ну, пока сильно. Да, беспросветные. Проблема в том, что Медуза, которую многие называют героем лейтгейма, в первую очередь, но Медуза очень темповый герой. Когда у нее приятный старт, Медуза прет просто со своим щитом. Герои стоят за ней и сложно вообще напасть. Нападаешь на Медузу под щитком, под ультимейтом ее, и сразу контратака на тебя идет. То есть Медуза это супертемповый герой, который готов пушить еще на 15-й минуте без проблем особых. Да, патч 7.20 размыл для агильщиков, мне кажется, вот это понимание ультра лейтгероев, как было раньше. Говорят, хардкерри, который клейтур раскрывается. На самом деле, даже раньше Медуза была такой, просто как-то принято было считать ее. Просто по аналогии с Медузой и другие тоже агильные персонажи, которые просто за счет трех врейсбендов, двух, трех врейсбендов и ПТшки уже приобретают какую-то ультраспособность убивать. Фантом Ассасин ведь тоже таким монстром не была до патча 7.20. Тут врейсбенды, или там Луна, врейсбенды появились, трифтарили, ПТ взяли, все, можно идти легко драться. И Медузе тоже это очень сильно бустит ее мощь на старте игры. Сколько бы ни резали врейсбенды, пока не до конца. Вот минус, нет варда у Хипомэниакс в дополнительном лесу противника, где обычно фармит Медуза. Туда можно делать атаки Никса под релокейт. У них два героя, которые отлично подходят под релокейт атаки. Это Никс с его контролем, с его оглушением как инициатор, и это Бестмастер вполне естественно. Но сейчас, смотрите, как действует интересно ЕПГ. Четыре героя работают сообща, Медуза фармит одна. Если бы там был вард, кстати, разведка полетела в сторону Медузы, полетела птичка, Хоук полетел от Бестмастера. Возможно, сейчас подгангают эту Медузу. Там Шрайн есть, сейчас перетяжка туда, двух-трех героев. Но они быстро ее убьют. Нет, они на самом деле быстро ее могут убить, очень быстро. Ой, все палит, все палит ДНЗ, блестяще действует он. Смогли забрать ОД, просто за счет ультимейта Виверны. ДНЗ можно продавать, на самом деле не критично. Вы забираете мидера вражеского. И самое интересное, что защищаете от ганга Медузу. Ну и теперь можно сражаться. Джаггернаут летит сюда, мяч тоже, я думаю, готов врываться. Леброна... Нет, Джаггернаута отправили вперед. Я думал, Леброн полетит. Нет, это будет свифт-эндинг. Прайм Урор использован просто, чтобы иметь возможность уйти. Леброн вкатился, Леброн возвращается. Леброн нам могут забрать Джаггер. У него есть ультимейт, надо аккуратнее действовать. Кари и Виспу. Как-то Леброн не стал ультимейт нажимать сразу, когда вкатился. Мне кажется, там пару целей приятно было. Ультимейт там, воу, я зашел бы. Там две цели рядом точно было. Третью еще, может, задел бы даже. Плюс Джаггер тоже сэкономил мне слэш. Может, просто до 12-го не хочет тратить. Да, Джаггеру вообще тяжело было, потому что он начал крутиться. Ему сразу ульт без ста прилетел. Вот это тоже такая контра своеобразная. Поэтому оказался, по сути, один. Эрспирит отрезанный. И Сурдж только откатился второй. Они немного не успели. Смотри, как сильно отстает герокоптер уже. Не так давно мы говорили, что он Джаггернаута и Медузу обгоняет. Да, и вот причем, обрати внимание, какое отличие ключевое. Стоит обсервер Вард у ЕПГ в доп-лесу противника. Как раз место фарма потенциальный герокоптер. Вот этот треугольник фарма для него. И там уже заваржено. Правда, Вардик, я так понимаю, либо закончился, либо был только что разбит центряком. Но, по-моему, сэнтри не достает. Сэнтри не достает. Скорее всего, просто закончился обз. Я думаю, да. Я думаю, просто свалился он. Тем более, они не были там в тот момент. Да, и мич, 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 мич. На него атака последовала. Ракетка, ультимейт. Мич просто стягивает. Он погибнет. Его тут не спасти. Радиант Курьер погибает тоже в это время. Он летел, кстати, к мичу. Его подрезал Никс ударом из Вендетты. Да, и вышку надо добирать. Тоже потенциально попробовать камбэкнуть. Ай, пошел уводить крипов. Просто пошел катапульта, которая была от... Посмотри. Просто крипов уходят, и уже выпушить нормально не можете. Плюс Джаггер в это время подпушивает под тир-3 вышку вверху. Плюс фармит минвуза постоянно. То есть вот эта смерть, она, конечно, неприятная, но глобально на игру она не влияет, потому что верх под давлением. Мич и справился. Мич и справился. Дополнения какого-то не было. Дополнительно эта одинвышка не упала. Мич просто за счет этой катапульты собрал еще пачки крипов. А сейчас сюда можно прилететь, стянуть одного из коров. Он еще все это дело долгополучно зафармит. Там сразу несколько пачек. Кайяяша у Медузы вот с таким билдом можно легко переть вперед. У тебя действительно с маной проблем никаких нет обычно. Плюс ты немного защищаешь себя сейчас от ОД и от Никса. По части моноберна, если так уж говорить. Все-таки монокост, монолост тут срезается немного. Висп плюс гирокоптер летят сюда. Барони же уже прожимает ультимейт вверх. И все сейчас рассыпятся на самом деле. При том, что тайминги были вообще не очень хорошими для них. Потому что ультимейт джиггернаута пришелся в ультимейт вверх. Все равно Висп подъехал. И ультимейт, кстати, работает от Леброна. Отлично. Возможно, сгорит еще и ОД. ОД мало здоровья. ОД бедненький. ОД живет. Джиггернаут крутится, пытается убить и гирокоптера, и Ио. Мич след за ним. Джиггернауту больно. Пора разворачиваться. Выживают герои хипомэниакс. Хорошо тут лечили друг друга. Ио постарался. Молодец. Ну, не друг друга, а Ио лечил по очереди. Сначала, но потом второго. А вот теперь уже действительно стоит говорить о том, что прожми ты все своевременно, драку вы выигрываете. Конечно. Вот тут-то и было, что... Вот она и аукнулась. Элементс не попали просто в тайминги. Они, видимо, не договорились. И так получилось, что у Джаггера пришелся просто идеально в ультимейт вверх. Так бы, конечно, это сразу конец для хипомэниакс был. Если бы вот они сделали все то же самое, только не в одно время. Ну, понятно, да-да-да. Постепенно друг за другом. Виверна выкупилась, и Висп тоже выкупился. Он как раз за ульт виверны и погиб. Ну, вышку-то все равно забрали. То есть своего элементс достигли, по большому счету. Они вард за собой оставили, вышку забрали. Миссия выполнена. Героев так особо и не потеряли. Много золота противнику не отдали. Мистик Снэйк появляется в мано-стил дополнительно. Очень сложно этой медузе что-либо сделать будет сейчас. Нужно как-то прописывать ультимейт ОД, чтобы ман ее лишить. Нужно давать моноберн постоянно спамить. Но глядя на медузу, которая уже имеет этот талант, который дает тебе дополнительный стил с мано-змейки. И плюс Кайя Яша. Да-да-да. Там, по-моему, 55% мана ты снимаешь. 55% для ОД это очень много. Это очень много. Главное, что ты восполняешь то, что ты теряешь. Да-да-да. Для медузы это еще и дополнительная выживаемость. И, короче говоря, одно на другое наслаивается. Бист где-то ультанул. Я не понял. Вот в мяча, в мяча ультанул. Да, Никс подкопал. Бист ультанул. Леброн пытался подстраховать. Не получилось. Но убьют в ответ Никса. И переключаться, так понимаю, на Рошана вновь. Пожалуй, да, вернуться. Ну, без Дарксира не хотелось бы драться. А с другой стороны, давным-давно прошли времена, где Дарксир был абсолютной имбухой в Рошпите. Я думаю, Олды помнят, а те, кто не помнит, раньше можно было еще и на скалу, которая окружает пещеру Рошана, стянуть, поставить там стенку. Это всегда был ультра-хайлайтовый момент. Времена третьих интов, четвертых. Ну, четвертый нет, пожалуй. Там все решалось под Т1 вышкой в центре. Там особо до Рошана дело не доходило. Ну, так или иначе, моменты всегда и правда были хайлайтовые, крутые. Ну, здесь и без Дарксира можно обойтись. Так, у нас гибнет гирокоптер. Я, так понимаю, где-то еще там Air Spirit отъехал. Пока мы смотрели на веселого дядьку с усами. Смотрели. Прям сразу вспоминаю новогоднюю историю. Просто квашено, дядька с усами. Не хватает ему фортепиано только. Ты не помнишь дядьку усатого? А, я бы это дядю усатого. Да, да, да. Усы-то выдергивал. Точно, точно, точно. Вот, вот, вот. Рояль там был. Рояль, да? Ну, я дурень. Я понял. Да нет. Просто... С точки зрения музыкальных инструментов, да. Рояль большой такой. Понял. Я рояль только по покеру знаю. Флэш там в рояль. А флэш по сериалам, да? И по комиксам. Да. Бьют Рошан. А вот повтор того, что мы пропустили. Спасибо, господа обсерверы и режиссер. Тут отлично отработано. Действительно, размен не лучше получился для гипомэнниакс. Посмотри на этих ребятишек, которые окружают Рошпит. Ну, не сказать, что там бёрст дэмэдж такой. В этого Рошана заходит. Бара ниже. Выжигают ману половину хп. Вся мана и лопается. О, щёлкнул Суприм, подходит Драксир, стянул, стенку поставил. А толку герои мертвы и отдают Рошана. Вот это ключевая драка, которая переворачивает Суснок на голову. Здесь преимущество сокращается просто в два раза. Отставание сокращается в два раза, конечно, я имел в виду. И 22-13 счёт становится. Плюс руны появляются, которые сейчас заберут тоже ребята из хипомэнниакс. По идее, должны и все четыре забрать. Под 10 было преимущество. Оно сейчас до двух тает. Плюс забранные вышки. Я бы сказал, расслабились, Дим, немного. Немного расслабились. Позиция Драксира, где он находился в момент, когда драка уже начиналась. Он был далеко. ДНС поставил ультимейт. После этого, по идее, должен был какой-то герой поддержки ворваться туда. Ещё один. Либо Драксир, либо Эрспирит. Как-то помочь Сайленсом, контратакой. Оставили Медузу на съедение. А на самом деле видим, что ультимейт ОД, который ещё и набирает стаки, он весьма эффективен. Сначала он побил немного, поднабрал стака, потом шваркнул ультимейт и всё. Дело в шляпе. Да, Медуза вообще не смогла выйти из оглушения. Медуза ноль демеджа, ноль импакта в этой драке. Разве что впитывала. Но, как ты верно заметил, это только плюс. Вообще не знаю. Может, в таких ситуациях БКБ на Медузе просто покупать вторым, третьим слотом. Конечно, не очень это хочется, потому что Медуза-герой не особо подвижный в драке. То есть её задача чаще всего стоять просто и отстреливаться, когда она нажимает БКБ, враг просто разбегается. А с другой стороны, у тебя есть контроль в лице Распирита и Дарксира, который тебя может ускорить. У тебя есть Винтер и Верна с ультимейтом, который может поддержать героев, поддержать тоже, да, в ультимейте. Не знаю, может быть, есть смысл БКБ выйти. А что вообще Медуза, Скади, да, по дефолту там идёт? Да, да, по-моему, там максимально на статы, по-моему, Медуза идёт, она Скади забрасывала. Ну, это понятно, это стандартный билд, но ты увеличиваешь себе, казалось бы, монопул, увеличиваешь инту, но это как раз минус идёт тебе чаще всего, играя против Никса и ОД. Да, ну, Скади всё равно будет бараниже собирать. Опять же, это такая рядовая ситуация, но, ну, то есть они подставились, где не должны были, по большому счёту, но времена поменялись. На самом деле, Гирокоптер очень сильно набрал. Опять мы отмечаем, что он выходит на первую позицию. И в целом, Хиппо Мэникс теперь по артефактам, по золоту опережают своего соперника. Там ещё общекомандное усиление появилось в виде... У Биста появился этот... Вангвард, и он дособрал с Вангварда, если я не ошибаюсь, только что себе... Кримзон. Кримзон, да, Кримзон. По-моему, только что принёс, если я не ошибаюсь. Ну, и Висп, пускай медленно, но всё-таки движется к заветному десятом, а потом заветному пятнадцатому. Уровню. Поэтому, ну, в какой-то момент игра просто переломится может. Вот сейчас, кстати, неплохой момент. Лежит ДД для Джиггернаута. Потенциально хороший буст под драку, но тут пролетает. Всё обставили вардиками, всё абсолютно, с интригами, вардами. Один возле Рошпита, один чуть ниже по реке. Решил после манта Мьёльнер взять. Вот, кстати, может быть, Даггер ещё не лишним в этой игре будет на Джиггернауте, как вариант. Надо добираться до ключевых целей, до гирокоптера, до Ио комфортно. Вообще вот под атаки. Ну, пока тебе, может быть, хватает ускорения от Дарксира. С другой стороны, вот легко под это ускорение просто нажимать ультимейт беста. Даггер появляется у Никса. Слушай, Никс тоже поднимается потихоньку с колен после такого старта тяжёлого. А Мафф, Мафф, четырнадцатый уровень. Пятнадцатый гирокоптер. Да, сейчас будет Сайтганнер. Сейчас будет Сайтганнер. Это сильно. Ну, скорее всего, ему ещё дали эту книжку на двадцатом. На двадцатой минуте, точнее. И сейчас получит пятнадцатый Мафф, Сайтганнер под БКБ. Сатанник дальше, как вариант, появится. Будет беда. Скади у Медузы. Кайтить будет сейчас неплохо. Вообще, Бутерфляй, наверное, не помешал бы гирокоптеру следующим слотом. Посмотрим, что он решит. Он бросил, бросил бабочку в быстрой покупке. Сэнни подловили. Невелика потеря, но всё равно неприятно. И сразу смуг. Сразу смуг. Ещё одна атака будет от Элеменс. Хотят выжать максимум с преимущества, которое только что получили. Кримсон появляется и на стороне Элеменс. Тоже приятно против гирокоптера. Такие герои. Там Медуза, здесь гирокоптер. Они бьют по ОЕ. Плюс Самоны имеются. Леброн атаковал Сиберлайта. Замедляет его киком. Ну и телепорт тоже сбит. Всё-таки решили не рисковать. Хотя, на самом деле, кто бы сбил Эрспирит просто Роллинг Балтером. Да. Но решил ультануть Динзи во избежание всяких казусов. Ну, решили. Ну, неплохо. В любом случае сделали убийство. Даже два убийства. Никса и туда же Сиберлайт. Но всё равно Висп Гирокоптер сейчас превратились в машину достаточно мощную. Гирокоптер, у которого с появлением бабочки ещё дополнительная выживаемость появится. Банально Джаггер и Медуза по нему попадать не будут. МКБ собирает на Джаггере и на Медузе. Слот явно не запланированный на старте. По крайней мере, то, что мы видели у Джаггера, то, что видим, и то, что видим у Медузы. Я думаю, что они просто возьмут, но возьмут где-то там пятым-шестым слотом. Потому что сейчас тоже брать ты... Ну, мёртвый груз будешь носить в своём инвентаре. Враг будет просто убегать, избегать драки, кайти тебя по максимуму с этими БКБ. В лейтгейме попроще, когда у тебя больше урона, когда у тебя 10 секунд БКБ. Ты просто прибегаешь и пушишь, например, с Блэк Кингбарами. Это сильно. А вот так сейчас их покупать, конечно, это закончится не очень хорошо. А МКБ? Да-да-да. Ну и он тоже. Против герокоптера... Против герокоптера урона. Он на самом деле на Джаггернауте смотрится весьма выгодно. Здесь Медузе... Пожалуй, тоже. Он не лишний. Он не лишний. Я просто к тому, что... Ну, да. Ну, не следующим слотом. Может, опять же, увидят, поменяют. Но так, по-хорошему, хочется ещё что-то туда брать. Самим хочется бабочку взять. Да, Медуза, например, бабочку. Не отказалась бы от неё. Вот сейчас хорошо играют Хиппомэнякс. У них 3 плюс 2. Вот эта игра идёт знаменитая с Ио и Герокоптером. И сейчас они готовят атаку на нижней линии. Причём Суприм почему-то первый идёт. Суприм подставляется. Вот это уже перехвалил я, наверное, немножечко. У него была эгида. Попытаются с эгида разыграть. Герокоптера поймали. Просто в БКБ выдаёт ультимейт ДНЗ. А, нет, не у него эгида, а у Герокоптера, да, эгида? Да-да, Гера живёт. Гера расстреляется с баранижей. И забирают Герокоптера назад, собирает и продаёт. И гера летят, по-моему, с центра они летят. Уже сюда на всех парах. Слушай, ну пардон тогда. Тогда тут не я ошибся, а ОД ошибся, получается. Получается так. Я ошибочно посчитал, что у него эгида, поэтому он так выходит вперёд танковать. Но она, если не ошибаюсь, как раз у Герокоптера была. Похоже. Но у него её точно не было. Ну да-да-да, он себя спрятал на время, он спрятал себя, но после того, как он появился из Астрала, его сразу добили. Он слишком много здоровья потерял. В итоге не смог нормально раскрыть своего персонажа. Ну, решили идти, пока нет двух героев. Со спины Никс подходит, Никс даёт оглушение и быстро бежать. Сене никак, на самом деле, не остановит эту прияду игроков. Ломают Т3 вышку, Свифт Эндинг готов отступить. Блэйд Фьюри есть, сбить телепорт нечем. На Медузу полетела ракетка, возможно, Медузу, кстати, могут потерять Баранижа бежать. Ракетку разбили. Хороший Сайленс получился по троим, пытаются улететь за это время, но Сайленс не такой длительный, как хотелось бы. На три секунды телепорта не хватит. И Курочку ещё сейчас потеряют. Потеряли ещё и Курьера. Непонятно, это уже какой, второй или третий раз погибает Курьер. Где-то только плюс какой-то получили, сразу же всё преимущество дают. Ну, они просто не успели, они хотели Т3 вышку забрать. И, кстати, коэффициенты выравниваются, обратите внимание. А я напоминаю ещё раз вам, что ЕСБ отстрахует ваши ставки. Каким образом, вы узнаете по ссылке под плеером Твича. Там вся информация есть. Но, действительно, коэффициенты выравниваются в Веры больше, становится в Хиппоманиакс. Динзи погиб, Меча неприятности, копает его в продолжении оглушения от Беста. И ещё гонят Леброна. Да, и Рошанчик скоро появится. А вот это уже точно лишнее. Вот то, что внизу там их подловили. Ну, тут такая ситуация, добиваешь Т3, как бы рискуешь, и кого-то потеряешь по-любому. Вышло так, что Медузу потеряли. Но вот эта смерть явно была уже лишней. Смерти. Посмотри, секунду в секунду сейчас будет таймер на Рошана. И потенциально может быть очень быстрый Рошан. И, по идее, вы даже можете его попробовать забрать. Пока у нас там ряд героев в таверне нет. Рошан будет ультрадолгим. Поэтому так на хлявку забрать не получится. Тем не менее, у Гирокоптера под Веспом уже есть бабочка. Он её принёс, он доволен. Ну, дальше Сатаник просто для сайтганнера, для работы сатаннера. Да, он даже не оставляет себе денег на байбэк, не интересует, верит, что и так будет жить. Но это и правда даёт колоссальную выживаемость. Те основные дэмэдж-дилеры, физ-дпэйсеры, которые есть у ЕПГ, Манкикинг Баром не обладают ДНЗ. На Скалу забрался. Вообще ДНЗ может тут игру выиграть своей команде. На самом деле, как бы это ни звучало забавно. Но хороший ультимейт Виверна тут решает драку. Можно вообще одного героя при хорошем ультимейте просто выключить из драки. Ну, а тут нужно как смотреть на вещи ухи? По Мэнниакс разведка неплохая должна быть благодаря Ястребу и Никсу. Так что они, по идее, в пятером поставляться не должны. Плюс ко всему и Огирокоптер играют обычно отдельно от трёх игроков. Поэтому сложнее будет сыграть Виверни здесь. Отдают информацию о том, что внизу парочка показалась на карте. Но тут просто забрали пачку и ушли. Есть лес, фарми не хочу. В любой момент в драку ты можешь ворваться. Поэтому они и не планировали идти дальше. И стяжка ЕПГ на свою половину карты. И чё ты висишь здесь? Это, наверное, трибут мёртвому курьеру? Я не знаю. Может быть, похоже на то. Мы помним тебя. Ты в наших сердцах. И в кошельках команды Хипоманиакс. Сколько же они поубивали вас. А Блэкинг Бар для Баранижи? Вот. Вещи, о которых я говорил очень давно, ещё упоминал. И всё-таки решился взять третьим слотом. Решил вот так. Потому что следующая драка за Рошана, она будет, пожалуй, ключевая. И определит того, кто будет вести игру в ближайшие минут 7-10. Опять Сьюприм подставляется. Снова он подставляется отдельно от команды. Корректива вообще нет рядом. Он себя прячет, но выйдет и умрёт. Саберлайта тоже поймали. Должны добирать его дальше. Леброн. Леброн на опережение идёт, закрывая Саберлайта. Джаггернаут побежал под Сержем. Конечно, дорежет. Его, но внизу виск Герокоптер пушат. Но туда уже есть перетяжка от ЕПГ. Уже идут защищать в нижнюю сторону. До хайграунда дойти не смогли. Пока не хватает. Просто банально не хватает ресурсов. Снова подставляется ОД. В совсем необязательной ситуации. И Никс тоже подставляется. А он здесь откуда? Вот всё у них неплохо. У Хиппоманиакс. Но вот эти личные такие моменты, личные ошибки. Дважды подставляются вот так ОД. И проигрывают ключевые драки. По факту. Это даже не драка. Это просто... Ну, это странно немножечко смотрится. Два момента, два эпизода, где ОД почему-то прёт первый. Да, я понимаю логику в том, что ты идёшь вперёд. Себя прячешься в Астрал. Команда подтягивается. Идёт релокейт. Время выигрывается. Но после Астрала должен какой-то подсейв быть. У вас его просто нет. То есть, если ты потерял 90% столба, ты умрёшь. Да-да-да. После Астрала у тебя чуть больше 100 хп должно быть. А в идеале наоборот, чтобы ты не первый шёл. Там какая-то разведка от Беста условно. Спрятал Беста, например. У него больше хп пул. Ну, вот как наказание. В тот раз нечем было наказать. Не было Рошана. Ну, выиграли драку и выиграли. Но пошли спушили Т3. Правда, потом и сами ЕПГ немножко проиграли. Следующий момент. А здесь наказывают наличие Маэгиса и Сыра. Вообще, сейчас я слабо понимаю, как должны отбиваться Хиппомэниакс. Потому что всё в руках Элементс. У них Блэкинг Бар свежий на Медузе. У них Сыр, Эгида. Ультимейт великолепный от ДНЗ. Опять вот Д. Ой, Сайленс по троим. И ультимейт от Герокоптера в ответ. Слушай, а ведь Герокоптер подтянулся тут не слабо с Ио. Сыр есть у Баранижа. Надо просто успеть нажать Сыр. Включает БКБ, съедает Сыр. Начинает расстреливать. Стяжка под стенку. Есть замедление. Медуза даёт ультимейт поверх. И Кари бежит. Бежит пока самостоятельно. Суфтендинг на Крипов. О, как повезло. Как же сильно повезло Герокоптеру сейчас, что Джагера бросила на Крипчиков, а потом на Сайберлайта. Но всё равно Свифтендинг с Аэгисом может сейчас идти и размениваться легко. Продолжать пушить. Вот как раз сейчас получилось вроде неплохо, потому что Релокейт подоспел своевременно впервые. За долгое время под ультимейт Виверны было идеально всё организовано на Хипомэниакс. Хотя снова подловили ОД, казалось бы. Но ситуация была более благоприятная. Возле Святыни своей, герои рядом, все готовы, все в позиции. Ну и плюс в ультимейт Виверны никто бить не может. А урона так с двух героев, которые били Виверну, а не Виверну, а ОД не хватило. И получается, что инициирование было только. Для инициирования ультимейт Виверны было, а продолжение не нашлось быстрого и удачного. Сатаник появился у Герокоптера. Тоже классное приобретение. В общем, Герокоптер стабильно в ноль закупается. У него пять с лишним тысяч было. Понятно, на байбэк себе денег вообще не оставляет карри. Не интересует. Понимает, что следующая драка может просто фатальной стать. Надо просто обрастать артефактами. Леброн неужели сможет укатиться? Ну, ракета летит за ним. Я думаю, он не уйдет. Да, там ракета летит сейчас еще раз, катится. Ну, все, все, погибает. Докатался по елкам Никс. В это время ситуацию скаутит. Находит двух героев. Митчи смогли зацепить. Прыгает ОД. Митчи, скорее всего, заберут. Медузка входит в драку. Нормально приморозило. Может Вис погибнуть? Да, Вис погибает. Медуза уже без Виспа. Есть при этом ультимейт от Виверны. Цепляют Карри. У Карри пока БКБ работает. Баранижа. Ну, а Баранижа все. Баранижа БКБ прожал. Ультимейт прожал. И на самом деле только теряет здоровье Сьюприм. Но у него нет маны. У него просто нет маны. Банально, чтобы вносить урон. Сьюприм не может больше давать Аркан Болты. И посыпался Карри. Джиггернаут выдает ультимейт. Прыгает по основным героям. Маф в итоге выживает. ДНЗ. Драка с этим Мафом. На Мафа повесили. Повесили урну. И Баранижа погибает. Я бы в первую очередь обратил внимание на стену. Посмотрите, как она стоит. Очень кривая стенка получилась в исполнении Мича. Мне кажется, он просто запаниковал. И на этой панике стена просто провальная вышла. Вот эта стена стояла бы, например, повыше. На возвышенности. И прикрывала бы путь героев. И было бы не так просто Хипомэнияк сдраться. Они бы так катить не смогли противника. Пробегая через стену, ты постоянно замедляешься. И постоянно вызываешь иллюзию. Если первая погибает. И в итоге могло бы быть очень круто даже все для ЕПГ, если бы Мич поставил качественно стенку и дал бы стяжку после этого. Ну вот он, наверное, просто запаниковал. Потому что он был под ударом. Его спасла Медуза по факту своим ультимейтом. Он уже потратил здесь стяжку. И вот после ультимейта Медузы он ставит такую стенку, которая, ну, оказалась очень-очень-очень некстати. Она должна была бы стоять выше. Только краешек зацепил, и все. У нас гибнет ДНЗ. Или Врон. Медуза выкупилась. Слушай, ну, неплохо. Момент замечательный. Под сайтганнером пушит хорошо гирокоптер. Несколько ударов нанося по вышке постоянно. Суприм тоже бьет. Брони же пытается отбиваться, но в одиночку это трудно. А Мич не помощник в такой ситуации. Да, и в итоге гира 25 уровень уже имеет. Денег завались у кари. Он реально очень сильно опережает основных персонажей соперника. ЕПГ врубают БКБ на Медузе. Стяжка под стенку. Все получилось весьма неплохо, но собирает, выдает Праймал Рор. И все отошли. В итоге переживают БКБ Бара ниже. Переживают ультимейт Медузы. И по сути можно возвращаться. Сейчас через 15 секунд будет Висп. Вы можете опять... Висп может прийти сюда. Можете идти пуш. Вот эта игра очень четко демонстрирует, какое преимущество драфт может дать твоей команде. При всех ошибках, которые были допущены и по Мэниакс, их драфт все равно смотрится сильнее, чем у противника, выгоднее, чем у противника. И они не то что на плаву держались. Они еще и выигрывают эту игру весьма вот уверенно сейчас по фарму и по инициативе. Она на их стороне. При том, что ошибок было допущено немало. Они же камбэкнули десятку. Да, они реально старт игры, можно сказать, провалили. Две линии были очень уверены у ЕПГ. Ну, под вторым Рошаном эта ситуация тоже абсолютно провальная. Но настолько хороший драфт получился у ребят, что они всегда на плаву. Они всегда могут нанести ответный удар. Вот реально это четкая демонстрация преимущества драфта. Ну вот, МКБшки наконец-то стали появляться. Джиггернаут приобретает Манки Кинг Бар. Ну и скорее всего Медуза должна быть следующая, кто купит его. У Дузы 25 и плюс МКБ это очень мощно. И сейчас Медуза станет весьма опасным героем. Но надо ее прикрывать. А прикрывать тут особо, ну кто может. Ну и далеко. Далеко до МКБ. Будем откровенны. Ну да. Еще надо подфармить. Она же взяла сплитшот, да? А вас давят. Она взяла талант на сплитшот? По идее, да. По идее я не вижу опций. Копирование. Там, ну, била она, да, по всем, по-моему, этим. Ледышками своими. Ледяными стрелами. Я думаю, просто слабо себе представляю, чтобы альтернативный талант брался на Медузе. Ну да, да. Я, кстати, такое видел один раз. Даже на Инте, по-моему. Медуза выдает ультимейт. Это после того, как ДНЗ, казалось бы, инициировал Джиггернаут. Распрыгивается по нескольким героям. Но у него есть МКБ. Есть МКБ. И он смог забрать Гирокоптера. Наконец-то справились. Один несчастный артефакт решает судьбу Гирыча, которого до этого нечем было вообще убивать. И к Гирокоптеру добирают Сейбер Лайта. Есть вакуум. Не отпустят. Мафа тоже добили. Ну вот тут слишком поверили в себя. Хипоманиакс тоже неподготовленная такая от них атака была совершенно. Но не до этого смотрели. Там реально Джиггер выдает ультимейт. И, ну, в лучшем случае 500 хп снимает Гирокоптеру. Это и то, если повезет еще. Вообще заметна какая-то такая забавная тенденция в этой игре. Когда одна из команд получает преимущество, она сразу слишком верит в себя. Она бежит. Как была ситуация, например, с Иром и Гидой, когда они решили подраться на Рожеской святыне. Да, ребята из КПГ. Сейчас Хипоманиакс, казалось бы, великолепно провели сражение. Просто отступи. Подожди. Посмотри, что соперник делает. У тебя пушатся две линии, по сути, центральная и нижняя. Просто пережди. Но нет, поставляются ребята. И как будто вот слишком, не знаю, опьянены, что ли, успех. Заставили выкупиться Бестмастера. Гирокоптер не хочет это делать, потому что без Виспа это не будет максимально полезно. Ну и видим, силами трех персонажей тоже удалось защититься, потому что там Т4 вышки пушатся на самом деле. Да, вернуться бы не мешало. И ЕПГ, да, надо как-то вернуться с одной стороны. А с другой стороны у Тумедузы, если посмотрим, никакой возможности вернуться и нет. Она без телепорта бегает здесь. Реально, не дай бог, сейчас Висп Гирокоптер... А Висп Гирокоптер могут-то это сделать. Они могут просто под Т4 на крипов на релокейте прилететь, попробовать Т4 забрать. Сейчас уже нет, потому что все отошли и все возвращаются. МКБ на Медузе. Вот два Манки Кингбара. Но выкупа у Медузы не будет благодаря этому. У нее и так там 3.50 еще на таймере, но деньги нужно вы поднакопить, иначе беда. Джиггернаут, правда, с выкупом. Дарксир тоже. Но на стороне Хиппомэникс видим, что два Коропера второй позиции тоже с выкупами. Так что сейчас у нас будет драка в несколько раундов, скорее всего, если никто там, конечно, не ошибется, не потратит золото лишнее. Тяжелая игра. Очень тяжелая для команд. Видно, что тут допускать ошибки нельзя. Наказывают сразу. Причем ошибаются одни и другие. Но от этого игра становится более красочной для зрителя, потому что нет какой-то стабильности. Постоянно качели. Рошан, он должен появиться минуты через полторы, может, под две минуты. О, МКБ еще и у Герокоптера появляется. Нехило. Ну да, тоже Медузу пробивать хочет. Джаггер, по-моему, без бабочки, но Медуза давным-давно с Беттерфляем уже бегает. Ну тут тоже такое дело, придется долбить прямиком в Медузу, надо к ней подходить, а она ультит. Это не совсем работает. Как бы тебе надо будет напрямую бить Медузу. И сайтганнером, и самому. Ну, когда есть у тебя возможность бить Медузу, лучше по ней не промахиваться. Суприм, на позиции. Надо как-то вообще попробовать пережить ультимейт Медузы. Вот как-то звучит это, конечно, странненько. В том-то и дело, Медузу два или три последних ультимейта выдают в Молоко. Там сразу же выдается Праймал Рор, потому что бежит Медуза под БКБ. Ей выдается Праймал Рор, все развернулись и ушли. И Медуза не успевает как-то зайти людям за спину, чтобы они смотрели на нее. Брони же и правда на ХГ последняя защита нижней стороны, которая неудачная была. В итоге ноль фрагов вы сделали. Сейчас под ОЕ Сурджем поприятнее будет, конечно, когда у тебя все герои бегут на сумасшедшем УМСе. Пытался Сэнни подкопать, не удалось. Ракетка полетела в Леброна, разобьют ее быстренько, конечно. Пытается Расперит нафармить себе Солар. Полезная штука будет тоже на Медузу набрасывать по КД в драки. И Виверна, по-моему, урну уже или Дегрейдила, или близко к этому. Да, Спирит Весел скоро появится. Тоже хорошая вещь. Наверное, лучше подержать байбэк, я думаю. Вряд ли он будет покупать сейчас себе Спирит Весел. Ну, вообще, да, да, геймчейнджер такой. Тут нужны байбэки. В первую очередь все думают сейчас о байбэках, потому что третий Рошан, а это еще и рефрешер. Ну, представляешь, рефрешер, например, для одной-другой команды. Для Медузы рефрешер, либо рефрешер для ОД. Это сумасшествие какое-то. Будет. Поэтому, конечно, тут за рефрешер битва будет серьезной. В первую очередь я бы о нем говорил, а потом уже о Эгиде и о Сире. Это постольку-поскольку. Да, там еще и Веспул, Сирочек. Тоже всегда, всегда хорошо. Шива для ОД. Повысил себе броню. Тоже хорошее приобретение, безусловно. И я смотрю, Хекс планирует брать Медуза. Сэнни подловил его Леброн. Еще раз прокатывается, оглушает. Но тут обоюдное оглушение, потому что были карапасы Рошана. Бьют все это время. Вот это да. Рошан живет. Последний хп. Бронюша. Да, заберут. Украл. Бронюша просто украл Аэгис. И Сир забрали. Джекернаут по всем героям. Минус два. Простейший. Остается Карри в окружении всех персонажей. Висп выкупается. Висп готов лететь сюда, но он не спасает Гирокоптера. Гирокоптеру самому, скорее всего, придется байбекаться в дальнейшем. Но Висп сделал дайбек, поэтому Гирокоптер будет защищаться без него. Какой-то переломный Рошан. Первые и третьи Рошаны, они были зеркальными. При первом Рошане ЕПГ зашли нагло и начали бить Рошана. Пытались так быстрее забрать, чем Рак отреагирует. Сейчас то же самое пытались сделать Хипоманиакс. Там Никс забежал, на себя внимание отвлекал, пока ребята зашли и нагло били Рошана. И они думали, что они успеют. И они реально почти успели. Но Медуза забежала, ультанула. Что ты будешь делать? Когда она перед тобой стоит прямо. И Рошан мертвый почти. ОД сплитил, немножко толкал вышку в верхней части карты к Т2. Там Крипов загнал туда Баранижа. Ну, много урона, конечно, получает, но особо не чувствует Медуза демеджа сейчас. Гирокоптер выкупился флэком. Неплохо расстреливает, но опять же он без Виспа, без Сайтганера, поэтому максимальной полезности от него нет. Баранижа теряет Аегис. Теряет Аегис, но драка. Все, можно строить позиционку, можно нападать. БКБ уже у Гирокоптера отсутствует. Гонят Сьюприма. Погоня за ним дальше. Сьюприм старается уйти. Нет по нему, но его не отпустят. Его просто не отпустят отсюда. Никс, ну... Хорош, хорош, хорош. Он смотрел в сторону Фонтана и смог сделать сразу даггер после Астрала. И Баранижу еще затолкнули. Да, да, да. Затолкнули под Фонтан. Не рассчитали свои силы Элементс на самом деле. Гем отдают и пытаются сбежать три персонажа. Это лишняя погоня была. Определенно лишняя. Очень хотели убить этого ОД, но ОД сыграл грамотно. Он себя в Астрал спрятал, повернувшись лицом к Фонтану. Смог сразу прыгнуть с даггера. Ну и Никс поддержал. Он там так бежал, знаешь, что вариантов не повернуться к Фонтану не было. Он просто... Ну да, да. Видно, что на ноге, насколько это можно быстро. Фонтан единственная заветная цель. Ну и Никс сразу тоже поддержал, оглушил. В итоге еще подлечился ОД и убили героя. Даже двух. Такая, значит, игра, кто больше отдаст, получается. Да, она действительно богата на ошибки. Богата на ошибки, но... Опять же, на мой взгляд, всегда, как для зрителя, как просто не для фаната какой-то каноничной доты, а для фаната экшена, ошибки делают красивую игру. Это понятно. То есть понятно, что если так рассуждать на абсолютно серьезном виде, то это такая по уровню игра, средняя получается. Но на деле она красивая для зрителя, потому что всегда какие-то идут перемены. Какие-то такие стенки он ставит. Странненькие. Ну ладно. Карри, ультимейта Джаггера. Карри, форстафнули его, он живет, отстреливается, таником лечится. Но бронежа стоит с ультимейтом, и что ты будешь делать? Он оказался в нужном месте в нужное время. Еще одна ошибочка туда в парад. Пришли, отдали гирокоптера, которого 120 секунд не будет. Да, при этом выкупа остается только ОД. Получается, что Суприм! Минус Джаггернау. Он спасает ситуацию для своей команды пока что. У него есть еще пика, он хочет драться. Тут подтягивается Сейберлайт, бьют бронежа, обалдеть! Вакуум. Сейберрони же спасает. ДНЗ был на месте, Саберр рискует погибнуть. Хороший подкоп по двум героям, но ДНЗ дальше сидит на Саберлайте. Спирид Весел повесили на Бистмастера. Поэтому Бист, скорее всего, погибнет. Приходит Сьюприм. Сьюприм на самом деле сильно, больно раздает. Сьюприм делает Деггераут, потому что драться, по сути, уже не с кем. Никс погибает, и Сьюприм соло будет защищаться. Снова втроем там, позащищать базу пытаться. Нет, нет смысла. Так все четко сделал ОД, на самом деле. Вот если бы, наверное, они отошли, было бы поприятнее. Но решили, что убьет. Решили, что убьет Медузу, разменяют и будет правильно, но как бы не так. ОД есть выкуп, но он один. Вот это проблема. 20 секунд до ИО. У него будет поддержка в лице вот этого шарика. Суприм! Бог! Что? Сори, Бог на игре. Да, он рефрешер купил во время этой драки. Просто как-то неожиданно много у него было интеллектика. Неожиданно обалдели сейчас. ЕПГ. Все без байбэков, посмотри все герои. Файтерикап, файтерикап, файтерикап. Урон, количество урона. Ну, 6900 что он. 7000 урона. Да, все, 6900. Ну, ОД просто он вынуждает сейчас свою команду собрать раму. Потому что, ну, так сыграть. Два эпизода только что ультимейт перед этим, который прервал вообще пуш ЕПГ. И сейчас ультимейт, который окончательно разрушает планы ЕПГ на то, чтобы эту игру закончить. И ставит их в очень неловкое положение. Выкупов-то нет. Они делали их позже, хипомэнниакс. И получается, что хипомэнниакс свои выкупы получат раньше, чем ЕПГ. Ну да, да. Во-первых. Во-вторых, еще и появятся раны. Вис плюс гирокоптер будут через 3 секунды. Да, и можно залетать. Можно залетать и пушить. Совершенно верно. Жесть. Я-я-я-я. Рефрешер, иди сюда. Так они вбежали красиво. Так они вбежали. Такие они молодцы. Толпой, обнявшись. Пекло прямиком. 68 интеллекта. Почему бы нет? Дополнительных. Просто шварк минус команда. Ну да, он набирал-набирал интеллект. Там у него талант на 25-м на минуту дополнительно арки и норп стила. То есть длительность как там с Сен-Шифтом и такая же схема. Вот эта драка, которая неувязочка внизу была. В это время у него рефрешер Ор появился в покупках. Я обратил внимание еще на него. Как будто была роль второго плана, но резко он стал как бы первоплана актером. Быстренько купил рефрешер и перевернулся с ног на голову. Просто, да. Просто на нем, оказывается, сюжет был завязан. Идут толкать, ну не знаю, центральную сторону можно забрать. А какая разница? Просто в трон. Тут на самом деле даже может быть и нет смысла освобить что-либо, кроме трона. Ну вообще да. У тебя хороший пуш. Вообще да. Вместе с Виспопом гирокоптер очень быстро с вышками справляется. 13 секунд. Есть пока возможность время выиграть. Медуза заходит. Начинает расстреливать нескольких героев. Сайберлайт выдает Праймал Рор в Баранижу. Есть время. С Юприму надо начинать атаковать. Да что со стенами у него? Он прячется. И Сайберлайт выживает. В итоге Драку не то что не выиграли, рискует еще и проиграть. Куча крипов здесь рядом, но Джаггер быстро с ними справляется за счет молний. Но демодж основной пошел в крипов. Основные герои живы. Кари все еще жив. Кари включает БКБ. Включается Таник. Кари избивает Баранижу. Но потеряли его. Его нет. Слушай, надо бить Трон пытаться. А Трон не убьет так быстро. Прячет себя. Пытается жить ОДН. И надолго Кари гонят. Хотят всех забрать. Но Кари спасается. Не спасается Суприм в то же время. Я не знаю, что происходит с Дарксиром. Почему у него со стенками такие проблемы? Просто которая стена стоит абсолютно неудачно в драке. Суприма убили. И Сайберлайт тоже погибнет. Я не знаю, сколько раз за стрим уже это говорили. Живет, живет Сайберлайт пока. Смотри. Очень удивительно. Тайцы кайтит. Сэнни помогает. Удалетит. Котратака. Удалетит убивать мича. Прячет его. Сёрж. А будет на подкоп маной или нет? Сэнни будет на подкоп. Нет, у него маны, по-моему, совсем на подкоп. Суприм. Сам пытается мяча добить. Замедляет его потихонечку. Но после Сёржа уже замедление никакое не работает. Мне так нравится, как этот Кримзон наивно включается, когда тебе ОД по спине месит. Ну, какие кнопки есть, такие кнопки нажму. Надо сделать все, что я могу. И он это делает. Нет. Дарк Сира есть. Опять БКБ у Баранижа. Там уже 5 секунд. Но на самом деле сейчас без Блокинг Бара будет Баранижа. Очень тяжко придется ему. Ультимейт уже восстановился. Надо уповать на ультимейт Медузы и на ультимейт Виверны. Рефрешер еще откатился у ОД. Да, у него 2 ультимейта по факту сейчас есть. 2 ультимейта, 2 БКБ, 2 пики. Это все в плюсу Суприма. Он еще и продолжает стакать. О, как на стакал он там здорово. Да, размотал Суприму. И ультимейт выбили Баранижа. А Суфт Эндинг пока без своего ультимейта. Все, ОД, выход его ультимейт первый. А, хороший ультимейт от Дензи в ответ. Бьют Суприма. Неприятность у него, он просто убрет. И не нажмет рефреш, не нажмет ультимейт. Выкупов-то нет. Они отбиваются. Как много ультимейтов выдала Виверна шикарных. Которая просто компенсирует все эти стенки от Митча. Реально они под Виверну прут и прут. Как будто ничем это не закончится. Мне кажется, наши аналитики от того, что происходит, у них просто голова закружится. Я прям представляю, как они за кадром сидели. Такие, все, ЕПГ выиграли, пошли. Потом, блин. Все, хипоманьяк выиграли, пошли. Это можно было делать минуты с 25. Да, каждую минуту у тебя самые крепкие ноги должны быть. Потому что здесь по ступенькам из лаундж-зоны. Спускаться, подниматься. На самом деле, даже просто переобуваться бы, наверное, устал. Переобуваться? Да, ситуация располагает. Нет, они предиктированных не делали, просто читали пики. Нет, ну ты можешь во время игры говорить, ну все, тут ГГ. Потом снова не ГГ и так далее и тому подобное. Дизоль. И это финальный пуш от Elements Pro Gaming. Они так считают. А можно выкупы, господа? Что там по таймингам, по выкупам? Успеют ли они хотя бы у кого-то откатиться? Есть ли шанс такой? Висп Гирокоптер вот эти ребята будут драться. И они полетели на базу. Висп Гирокоптер полетели на базу. Хорошо. Висп Гирокоптер от Медузы. Есть стенка Медуза, расстреливает Кари. Кари пока еще живет. Свифт Эндинг пушит соло под ДД. Идеальная ситуация. Не отпускают Ио Гирокоптера. Ультимейт Ио добили. Бьют Гирокоптер. Тут БКБ жмет, пытается на базу бежать Гирокоптер. Иду бить трон, мужики. Пожалуйста, не бейте, хочу добить ваш трон. Естественно, нет. Естественно, ему это не дает сделать. Свифт Эндинг. Катапульты подъехали, все нормально. Можно пушить дальше. Сдаются. Гуд Гейм. Да. Гуд Гейм и Хиппоманиак сдаются. Все-таки чуть-чуть стабильнее на дистанции оказались именно Элеменс. Но эта игра была абсолютно сумасшедшей. Я честно скажу тебе, количество переворотов я вообще не помню. Вот сколько там было ситуаций, когда одна команда имела преимущество и отдавала его, а оно просто пальцев на руке, мне кажется, не хватит, чтобы пересчитать.